Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Все тайное становится явным. Секреты эксперта-криминалистов. Нет пагубным привычкам. Сегодня день борьбы с наркоманией. А сейчас обо всем подробнее. Жители села Джигинка стали пациентами выездной амбулатории. Бесплатный консультативный прием с рекомендациями и назначением лечения традиционно провели врачи городской больницы и Центра медицинской профилактики. С подробностями Алина Гумерова. Дарья Бочарникова полтора года назад окончила медицинский университет в Краснодаре. По программе «Земский доктор» получила миллион рублей и уехала работать в село Юровка. Так, в участковой больнице номер три появился молодой специалист, врач-педиатр. Дарья уже второй год принимает участие в Днях здоровья. Вот так вот не рассчитывала, что я стану. В итоге я им стала. И мне кажется, я бы больше в этой жизни себя никем и не видела, как врачом, и именно педиатром. Ты сидишь на приеме на участке, и там одна работа. День здоровья – это совершенно другая работа. Медицинский осмотр жителей села Джигинка начинали с антропометрии. Измерили рост, вес, артериальное давление. Сдали анализы на уровень глюкозы и холестерина в крови. Терапевты, педиатры, эндокринологи, кардиолог, лор-врач и окулист проводили для селян диагностику. Все приемы врачей, консультации и анализы бесплатные. Нужны только паспорт и медицинский полис. Я лично хочу проверить все, потому что в Анапу все равно надо ехать, проверять, наш терапевт посылает все. И там надо. А для нас это очень затратно. И время, и очереди, и здоровье не позволяет. Обслуживание хорошее, я бы сказал, даже на высшем уровне. Поэтому, я думаю, недовольных не будет. Большую часть ребенка показать. Показались психологу, педиатру сходили. Врачи хорошие дали рекомендации, посоветовали, что делать и к какому врачу обратиться дальше, чтобы лечили. Дом культуры села Джигинка был полон пациентами. На прием к врачам приходили семьями. Дети тоже прошли обследование. Нездоровье проводится для жителей, у которых нет времени посещать больницы. Практика выездных приемов возобновилась по заданию главы Анапы Сергея Сергеева. Комплекс нездоровья на курорте будет продолжен. Эффективность использования муниципальных площадей оценил мэр города Сергей Сергеев, побывав в нескольких помещениях, не имеющих по существу настоящего хозяина. Необходимость улучшить условия для работы участковым милиционерам, тосовцам, ветеранам, афганцам, казачеству. Существует в нашем городе реальное. Где должны быть тосы, где должно быть казачество, где наш актив здесь должен быть, который должен быть в культурном и просветительском вопросе поднимать все. Поэтому Сергей Сергеев побывал в тех помещениях, где и особенных усилий не надо для того, чтобы разместить все службы, нуждающиеся в создании нормальных условий для работы. ДК «Молодежный» в помещении бывшего ЗАГСа и спортивный клуб в подвале этого здания привлекли внимание мэра города отсутствием хозяйской руки и желание создавать нормальные условия для людей. Наличие платных услуг в тренажерном зале так и не изменило самого подхода к качеству помещения, в котором занимаются мальчишки. Мизерная сумма средств, якобы зарабатываемых тренажерным залом, заставила главу задать ряд вопросов директору Дома культуры. А помещение кому принадлежит? Дома культуры молодежный. А Дом культуры молодежный кому принадлежит? Администрация муниципального. Да нет, вы немножко ошибаетесь. Всему населению города-курорта Анапа принадлежит имущество. Мы предоставляем... Наверное, так, правильно. И все население города-курорта должно думать, как распоряжаться своим имуществом. Сергей Сергеев принял ряд управленческих решений и дал поручение провести ревизию в тренажерном зале, а также готовить его помещение к ремонту. И вот это помещение мы должны отремонтировать, и оно должно иметь хороший вид, респектабельный. Проревизировать все тренажеры, которые есть. На них должны быть сертификаты безопасности обязательно, чтобы не травмировали они посетителей. Это очень серьезная мера. Ни в коем случае этот тренажерный зал не будет закрыт. Глава потребовал сделать душевые и раздевалки, поэтапно, не прекращая работу клуба. Большая часть расходов на социальную сферу и благоустройство территории. Глава Благовещенского сельского округа отчитался перед жителями и общественностью о проделанной в прошлом году работе. Ямочный ремонт, асфальтирование дорог и работы по обустройству тротуара по улице Таманской. Это сделано в станице Благовещенской в 2014 году. А вот в этом полугодии запланирована отсыпка щебнем и грейдирование дорожного покрытия всех переулков в новом жилом микрорайоне. В районе пансионата Малахит установили пешеходный переход и дорожные знаки. Сотрудники Кубанинерго произвели замену двух трансформаторных подстанций. Ежедневно в округе ведется работа по поддержанию санитарного порядка. Большое внимание уделяется пенсионерам. Очень приятно наблюдать, как активно ведется работа. Я присутствовала также на предновогоднем празднике. Было приятно видеть такой большой коллектив. Просто дружная семья, одна большая дружная семья. Все другу помогаете. Я желаю, чтобы в этом году у вашего главы было много сил и возможностей изыскать. В средней школе номер 8 сделан капитальный ремонт столовой и спортивного зала. В детском саду «Огонек» обновлен методический кабинет и системы водоснабжения и отопления. В этом году на территории детского сада запланированы работы по укладке тротуарной плитки. Долгожданным событием весной 2014 года стал капитальный ремонт фасада здания Дома культуры. На встрече жители Благовещенска интересовались актуальными вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Вопросами социальной направленности – земельными. Станичники высоко оценивают работу главы. Только на пять. С любым вопросом, с любой просьбой. Даже просто никогда человек не пройдет мимо. Всех он увидит, все увидит, поинтересуется, поздоровается, улыбнется. Когда обратитесь к нему за помощью, он всегда приходит на помощь. Я как совет ветеранов все знаю. И к нам он относится хорошо, и к поживым людям. В общем, я удовлетворительно отношусь к нему. Глава администрации Благовещенского сельского округа Евгений Нечаев отметил, что план мероприятий на 2014 год выполнен. Юровский предприниматель Исаев не разу свою биографию начинал бизнес с нуля. Сейчас, например, ему пригодились его наработанные за годы связи с российскими производителями. Он возит в Анапу первоклассную оренбургскую гречку. В эти выходные на центральном рынке уже можно было купить 900-граммовые пакеты гречневой крупы по 40 рублей. В небольшом цеху управляется всего три человека. Автоматическая фасовочная-упаковочная машина с однокаскадным дозирующим устройством способна в минуту выдавать до 20 пакетов. Так что за 7-часовой рабочий день она может расфасовать и упаковать с высокой степенью точности несколько тонн сыпучих продуктов. Устройство, дозирующее с тензометрическим датчиком и электронным блоком, легко управляется и программируется, имея в своем арсенале не один десяток программ. Единственная загвоздка в расширении ассортимента фасуемой продукции – товарный знак, который должен соответствовать каждому виду. Юровский предприниматель Исаев разрабатывает единый бренд, а пока его гречку замечательного качества можно всегда купить на городской ярмарке. И к другим темам. Им по плечу разгадать многие загадки дела. Эксперт-криминалист Татьяна Милаш приоткрывает некоторые секреты своей профессии. Накануне эта служба отмечала свой профессиональный праздник. В экспертно-криминалистическом отделе Анапы шесть специалистов. Один из них – Татьяна Милаш. Она окончила Краснодарскую юридическую академию МВД России и уже 9 лет работает в отделении. Первое свое дело помнит до сих пор – кражи магнитофона из Дома культуры села Юровка. Интересно выяснять способ, как проник преступник, как он вынес этот магнитофон, в какую сторону он в итоге пошел. Это было очень интересно. Татьяна Милаш изучает всевозможные следы и улики, оставленные нарушителем на месте преступления. Рабочий материал эксперта-криминалиста – следы обуви, перчаток, отпечатки пальцев, капли крови, ранения и ушибы на телах погибших. После того, как данные выявлены, эксперт составляет заключение и передает его следователю. На месте происшествия мы работаем как специалисты. Наша задача – это выявить невидимые, слабовидимые, либо видимые следы преступления и преступника. Также помимо выявления мы должны их изъять, сохранить. Всегда под рукой эксперта-криминалиста – чемодан. Он состоит из специальных приборов, приспособлений и инструментов. Все необходимо для осмотра места происшествий. Татьяна Милош рассказала и на практике показала, как, например, на машине выявить отпечатки пальцев. При помощи магнитного порошка, при помощи магнитной кисти мы можем выявить вот это свежеоставленные следы рук, скажем так. А когда следы уже, ну, проходит время, да, они подсыхают, они будут блеклыми. Большую часть рабочих не рядовые эксперты-криминалисты проводят за компьютерами фотолаборатории. Ведь каждое исследование по объекту нужно подкрепить снимком. По надобности выезжают на места преступлений, где по горячим следам осматривают и изымают вещественные доказательства. Все краски, кроме черной, в рамках Международного дня борьбы с наркоманией, школьники вышли на улицы города с плакатами и лозунгами «Мы против наркотиков». Проблемы алкоголизма, табакокурения и наркомании – на сегодняшний день один из главных в нашем обществе. Существует несколько мер борьбы с негативными привычками, одна из которых – профилактика. Лучше всего ее проводить еще в детском возрасте. Алла Федяева является ярым участником митинга, призывает всех одуматься и вести здоровый образ жизни. Жители точно будут прислушиваться, понимать, что молодое поколение это как бы понимает, призывает. Думаю, они все одумаются и когда-нибудь перестанут курить. Школьники за здоровый образ жизни. С плакатами и кричалками они прошли по главным улицам. Раздавали буклеты о вреде курения всем прохожим. Чтобы побольше людей беспокоилось за то, что вот даже дети идут с плакатами, если они уже внимание к себе, значит и взрослые тоже обратить внимание на это должны. Если уже дети за будущее. Подобный митинг не первый. Ребята активно участвуют во всех акциях и призывают жителей отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни. Детский сад Орленок останется на своем месте в центре города на Крымской. Но из ветхого здания переедет в современное, вновь отстроенное. Рабочее совещание по результатам экспертного обследования провела первый заместитель главы Анапы Светлана Яровая. Здание детского сада Орленок для детей с нарушениями зрения было построено более полувека назад. Капитальный ремонт здесь не делали ни разу. Сейсмическая обстановка усугубила состояние ветхой постройки. По несущим стенам поползли ужасающие трещины. Узкие лестницы, низкие потолки, крошащаяся штукатурка. Из аварийного помещения 65 ребятишек расселили вместе с педагогами по другим детским садам. Дети, которые пребывали у нас в детском саду номер 2, они распределены в два детских сада. Это детский сад номер 4, 40 человек и детский сад номер 18. Вся медицинская аппаратура, которая была во втором детском саду, перевезена в четвертый детский сад. И все детки получают образовательную услугу коррекционного направления. Эксперты провели обследование здания. Заключение представили в администрацию города. Юристы правового управления сделали ряд замечаний, отправили экспертное заключение на доработку. Параллельно с этим Светлана Яровая дала поручение в кратчайшие сроки разработать проект строительства нового здания. Подчеркнув, садик Орленок будет там же, где и всегда. На этом месте, вне зависимости от того, от экспертных материалов, будет исключительно детское дошкольное учреждение, специализированное направление, которое оно и было. Ничего иного нам, мы даже и рассматривать не будем. На подготовку конкурсной документации на проектирование Светлана Яровая дала двухнедельный срок. Далее прогноз погоды на завтрашний день. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды в студии Наталья Змозгова. Зима попрощалась с нами в минувшие выходные. Однако солнцем она пока нас не радует. Март месяц с переменчивым характером. От него можно ожидать чего угодно, даже снега. Во вторник, 3 марта, пасмурно. Дневные часы до плюс 9 градусов. Спонсор прогноза погоды – офтальмологическая клиника ТРИЗЕ. Если доверять свое зрение, то профессионалам с многолетним стажем. И не забывайте, хорошее настроение мы создаем себе сами. Считаете, что раньше вы видели лучшее? Самое время посетить врача-офтальмолога. Комплексная диагностика в офтальмологической клинике ТРИЗЕ. Мы расскажем все о вашем зрении. Запишитесь на диагностику в Анапском подразделении ТРИЗЕ. По телефону 30 310 Крымска 242. ТРИЗЕ. 12 лет. Мы заботимся о ваших глазах. И это все новости на сегодня. Партнер программы – производственное предприятие «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова